Откройте послание Римлянам, 14 главу. Послание Римлянам, 14 глава. И еще раз обратим наше внимание на этих несколько стихов с 17 по 19 стих. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто с ним служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Каждый выбирает себе, где жить. 50 штатов в Америке и человек free to go. И когда человека спрашивают, почему ты выбрал Калифорнию, он начинает вам объяснять, почему он живет в Калифорнии. Когда спрашивают, почему ты живешь в Вашингтоне, он объясняет, почему он живет в Вашингтоне. Человек имеет право выбирать, где ему жить. Как-то я приехал в Балтимор. Мне говорит один брат, здесь нет ни одного пятидесятника. Я говорю, почему? Здесь нет велфера. Люди выбирают, где им лучше, где дешевле, где им подходит климат, где им комфортно, где они себя будут чувствовать уютно. Человек выбирает, где ему жить. Ему жить в Божьем Царстве или Царство, которое называется Царство Тьмы, Царство Дьявола. Это выбор. И от этого выбора зависит качество его жизни. Мы говорили с вами несколько проповедей уже на эту тему. Я стараюсь как-то, чтобы все доводить до конца. То были праздники, то Пасха, то вечеря, то еще что-то. Мы остановились на одном качестве, которое присуще Богу, потому что он назван Богом мира, и это качество должно быть присуще и его последователям, верующим людям в Иисуса Христа. И это то, что ценит Бог. Это то, что ценным является в глазах неба, в глазах вечности. Но очень часто то, что не ценится у людей. Друзья, мы говорили то, что есть вещи, которые не стоят того. Например, купить за огромные деньги футболку, ребята, какого-то Месси или Роналду, и отдать за это тысячи долларов, когда эта футболка стоит себе стоимость ее пару долларов всего. Отдать за нее баснословные деньги. За что? За кусок материала. Оно того стоит? Да, в глазах мира оно того стоит, потому что у меня в шкафу или там, или где-то еще будет висеть футболка самого Месси. Или купить какие-то вонючие кроссовки, или какой-то мяч, которым забили гол на каком-то чемпионате мира, и вот он у меня в доме, вот я обладаю вот этим. Чем ты обладаешь? Куском кожи, который надут воздух внутри. Больше ничего. В глазах неба оно не имеет никакой ценности, но зато в глазах мира это нечто, правильно? Когда-то за клуб «Динамо Киев» играл человек Иван Яремчук. Он сколотил немалое состояние и имел неплохие деньги, но у человека была одна слабость. У него была страсть к азартным играм. И он все свое состояние просадил в казино. Друзья, оно того стоило? Нет. Все то, что ты так зарабатывал годами, и в один миг, или в одно мгновение, или за несколько вечеров все просадить, оно того не стоит. Знаете, променять семью, жену, детей, уют, дом, тепло, на объятия любовницы. Братья, оно того стоит? Нет, оно того не стоит. Писание говорит, что если ты весь мир приобретешь, а душе в конечном итоге своей повредишь, и это бесповоротно, это навсегда, это на всю вечность, оно того стоит? Оно того не стоит. Не стоит, друзья, в нашей жизни что-то кому-то объяснять, доказывать, когда тебя не слышат, когда тебя не понимают, а ты надеешься найти какое-то понимание. Оно стоит? Растрачивать себя? Оно не стоит. Стоит ли терять отношения ради того, о чем говорил апостол Павел здесь, ради какого там мяса, ради каких-то овощей, ради каких-то барабанов, рубашек, галстуков, костюмов, одежд. И Павел говорит, оно того не стоит. Потому что Царство Божие – это нечто другое. Это там, где присутствует Бог, это там, где присутствует Его сущность, а Он назван Богом мира. Богом мира. Знаете, в прошлое воскресенье люди крещение принимали. Так вот, стать или называться верующим, зайти туда, в эту воду, а продолжать жить старой жизнью, оно этого стоит? Нет, оно того не стоит. Потерять мир, потерять друзей, потерять близких из-за ничего, из-за ничего, оно стоит того, друзья? Нет, оно того не стоит, Библия говорит. Почему? Потому что все это неценно в глазах неба, в глазах вечности. Оно того не стоит. Если бы я вас спросил имя одного человека, его зовут или звали Хэмиш Хардин, кто-то слышал о таком имени, о имени мужчины, которому всего было 58 лет, его жизнь закончилась месяц назад. когда он был ребенком, у него была мечта детства. Он зачитывался книгой рекордов Гинесса. И он думал, как же туда попасть? Но он не хотел быть рекордсменом по поеданию пончиков или гамбургеров. Он хотел что-то такое в жизни сделать, но чтобы там оказаться, чтобы его имя туда вписали. Хэмиш Хардин. Миллиардер. Англичанин, живший в Дубае. Трагически оборвалась его жизнь, когда он решил погрузиться вместе со своими друзьями, знакомыми, миллионерами на Титаник к Титанику. Эта поездка каждому из них обошлась в 250 тысяч долларов. Что для миллиардера 250 тысяч долларов? Ничего. Я понимаю, что вам неизвестно то же имя Шахзада Давуд. Если не самый богатый человек Пакистана, то один из богатейших человеков, людей, миллионеров Пакистана. А вместе с ними его 19-летний сын, который никак не хотел туда опускаться. Но он хотел сделать подарок папе надень отца. Эти люди могли позволить себе все. И ради того, что им и обладала страсть, или им и их объединял вот этот жгучий дух искания приключений, адреналина на свою голову, они лишились жизни. Ради чего? Оно того стоило? Да, они за свою смерть заплатили 250 тысяч долларов. друзья, есть вещи, которые нельзя вернуть. Если бы вы сейчас подошли к этому Хэмешу Хардину и сказали ему, слушай, мужик, хочешь поменяться со мной? Он отдал бы, поверьте, чтобы поменяться со мной и с вами сейчас. Он отдал бы все до последнего цента со своего банковского аккаунта для того, чтобы поменяться местами сейчас со мной или с вами. Но нельзя. Человек был богатым, круто богатым, но ушел непримиренный с Богом. Он мог себе многое позволить. Друзья, жизнь отдана не за Христа. Жизнь закончилась без мира с Богом. Вот что страшнее всего. Вот оно того не стоит, чтобы прожить всю жизнь в обиде на кого-то, в раздражении, в непрощении, а перед смертью звать пресвятеров, чтобы исповедоваться, чтобы сбросить этот груз, разгрузиться, наконец-то от этих обид, от этого непрощения. Оно того стоит? Всю жизнь промучиться? Нет, не стоит. Поэтому Царство Божие – это мир, это праведность во Святом Духе. А что же тогда ценно в Божьих глазах? В Божьих глазах ценно купить поле. А зачем? Потому что на этом поле сокровище сокрыто. В Божьих глазах – это условие, если ты хочешь обладать этим сокровищем, ты обязан купить это поле. Это значит, что все, что у тебя было до этого, ты должен с этим попрощаться, все должен раздать, продать, обменять. Для чего? Нужно сокровище, которое там на поле. Этим сокровищем для нас является Христос. Потому что в сравнении с Ним, все игрушки этого мира, они ничего не стоят. Оно ничего не стоит в сравнении со Христом. И чтобы обладать Христом, Павел делает выбор. Он все отдает. Он совсем расстается. То, что не было ценно до встречи со Христом. То, что предоставляло для Нему ценность до того времени, когда Он увидел Иисуса, Он понял. Вот она, дра ценности. Вот он камень, на котором нужно строить. Нашел клад, нашел сокровище, чтобы приобрести Иисуса Христа. Но, говорит, я от всего отказался. Чтобы приобрести смысл жизни, чтобы взять свой крест и пойти за крестом, оно того стоит. Оно стоит сегодня, друзья, когда ты видишь раненого человека, перевязать ему раны, оно того стоит. Оно стоит сегодня голодного накормить, тогда, когда они есть, и очень много. Оно стоит сегодня подать кружку воды человеку, который жаждет. Оно того стоит во имя Христа. Потому что это ценно в глазах неба. Может быть, люди на земле с презрением будут смотреть на действия и поступки твои, но оно ценно в глазах Бога. И Бог оценит это однажды. Ценно, друзья, чтобы никого не соблазнить. Об этом апостол Павел говорит в этой главе, что мы должны судить о том, как бы не подавать брату случай к преткновению или к соблазну. Вот это ценно в глазах Бога. В глазах Бога ценно быть образцом и примером христианской жизни на этой земле, называясь последователем Христа. Богу это ценно. Богу ценно, чтобы каждый, кто пошел за Ним, веру в Него сохранил. Это ценно в глазах Бога. Оно того стоит. Потому что мы знаем, что после этой короткоземной жизни ожидает слава неба, слава Иисуса Христа, слава Отца Небесного. И оно того стоит, даже если нужно и пострадать на этой земле. И знать, что это и страдание временное. Оно того стоит потерпеть. ради ради Него. Друзья, понимаем мы, что в глазах неба, в глазах вечности это будет оценено самим хозяином вечности, самим Богом. Потому что небу самое главное и самое ценное будет твоя мотивация, почему ты это делал, во имя кого ты это делал, ради кого ты это делал, то, что ты делал, что двигало тобой. Поэтому не стоит, нет смысла терять в мире отношения по непринципиальным вопросам. Верующий, я хочу, чтобы мы это услышали. По непринципиальным вопросам, а что это значит? А это значит не по вопросам доктрины, не по вопросам фундамента, не по вопросам фрейма, не по вопросам веры и спасения. Мы все разные. И мы должны вмещать друг друга. По крайней мере, стараться. К этому призывает Писание в одном теле находить мир. Это евангельская позиция. Жизнь очень коротка. Жизнь очень хрупка. Сейчас умирает мой друг. Мы с ним одноодки. Мы в один год с ним женились. Да, немножко разное количество детей у нас. Вот крутануть бы киноленту жизни назад. Когда мы крутим назад свою жизнь, мы понимаем, начинаем делать анализ. Здесь можно было бы не так. Здесь можно было бы иначе. Здесь можно было бы по-другому. Но знаете, есть одна беда. Одна беда, что ничего нельзя вернуть. Нельзя прожить жизнь дважды. Поэтому Бог дает этот короткий отрезок времени. Можно было бы как-то по-другому, по-божьему. Отделенные, регистрированные, автономные, иудеи, самаряне, наши, не наши, с нашего братства, объединения, не с нашего. Хлопающие, не хлопающие. Иногда люди на это тратят жизнь. И так и уходят. Мы не встречаемся, мы не общаемся, мы избегаем друг друга, мы не ищем мира, мы даже не пытаемся это сделать. А Царство Божие, это мир во Святом Духе в одном теле. И тело, это не только вот здесь оно, вот тело, это часть маленькая этого огромного, большого тела, которое названо Церковью Христа. И там тело, и там тело, и там тело. Табу. нельзя. Дорогая Церковь, можно было бы, да, иногда бывает очень поздно, потом цветы, потом гроб, а потом запоздалые слова о прощении. Почему я говорю? Я говорю, друзья, потому что есть другая жизнь, Божья жизнь. То, что нельзя купить, то, что нельзя одолжить у соседа. Это то, что дает только Бог, когда Он Духом Святым поселяется в сердце, Он приносит Свое Царство внутрь нас. И мы или живем в этом Царстве, а потом оно реализовывается, и видно, или мы не живем, делаем вид, что живем. Это жизнь неба на земле, это состояние сердца, примиренного со Христом. Для таких людей, для таких людей, друзья, Царство Божие открыто. Поэтому несколько минут я хочу уделить сейчас, чтобы мы видели, какие благословения для человека, христианина, Божьего детяти, сокрыто. Для людей мира, какие благословения в Писании для нас сокрыты. И пользуемся ли мы этим? Иисус Христос является апостолом, которые в страхе от иудеев были заперты. И Он не говорит им «Здрасте», «Привет», «Как дела? Все нормально?» Нет, два слова, которые Иисус говорит им. Он приносит им то, в чем они нуждались. Он приносит им свой мир божественный, покой. Тогда, когда страхи извне, вокруг, когда страхи внутри их самих, Он приходит и говорит «Мир вам!» Друзья, вот эти люди, миротворцы, в конечном итоге Писание говорит, читаем в блаженствах, что они наречены будут Божьими сынами, Божьими детьми. Почему? Отец такой. Он назван Богом мира, наш Бог. Отец такой. И если Отец такой, то и дети должны быть такими, в конечном итоге. Вы помните, когда апостол Павел писал послание филиппийцам? Очень известный текст, мы его наизусть знаем, зачитываем иногда, насколько он близок нашему сердцу. И Павел говорит «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко, не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Что дальше? Следствие, мир Божий, который превосходит наш человеческий ум, мы не понимаем, как это, но написано, что он соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот какое благословение сокрыто для людей мира. Придет Божий мир, который будет сопровождать твою жизнь, управлять твоей жизнью, тогда, когда все кипит вокруг, Бог даст тебе внутренний покой, надежду на Него, упование на Него. Это Божье Царство внутри нас есть. Это не внешнее, это внутреннее, это духовное глубокое содержание Божьей жизни, Божьей природы. Апостол Павел, когда писал или заканчивал второе послание коринфянам этой церкви, церкви, которую раздрала, возможно, принадлежность всевозможным группировкам, церкви, которой он не совсем мог похвалиться, как другими церквями. Он говорит им, «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны и мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Люди, которые стремятся к этому, люди, которые хотят этого, Бог обещает быть с ними. Бог обещает быть с этими людьми. Этого нужно искать, этого нужно хотеть. Апостол Иллиаков будет говорить в своем послании, что плод правды будет сеяться у тех, которые хранят мир, а что это значит? А это значит, что у этих людей будет прекрасная жатва в жизни. Последствия, то, чего они ожидают, то, чего они хотели, оно будет благословенно у Бога. Писание говорит, что если Богу угодны пути человека, то он, даже если враги у него есть в жизни, он и этих врагов примиряет с человеком. Этого нужно хотеть. Угодным быть в Божьих глазах. Я не сказал достойным. Наше достоинство это Иисус. Угодным в Божьих глазах. Жизнь твоя, практическая, должна соответствовать твоему названию. Иначе это все пустой звук. Посмотрите, друзья, на поведение Авраама. Мы читаем книгу «Бытие», 13 глава. Книга «Бытие», 13 глава. И сказал Авраам Лоту, восьмой текст, «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Посмотрите на поведение этого человека. Если ты налево, я направо. Если наоборот, значит наоборот. Что это значит, друзья? Это правильное решение ситуации. Это правильное. Можно было забить кол в землю и сказать, сантиметра отсюда я не сдвинусь. Это мое. Это мои колодцы. Это моя земля. Иди куда хочешь. Я здесь буду. Авраам – человек Божий. И он решает по Божьему. Потому что он доверяет Богу, что туда, куда он пойдет, Бог будет с ним. Бог не оставит его. Это правильное решение вопроса. Он говорит, мы не будем с тобой ругаться, Лот. Даже не потому только, что я твой дядя, ты мой племянник. Мы не будем ругаться, потому что мы Божьи люди. Мы люди, несущие мир, а не войну. Он не ругается, он не конфликтует. Полное доверие Богу. Для него сохранение отношений важнее места, где он будет жить, кочевать. Ему главное сохранять отношения. О остальном позаботится Бог. Если мы выбираем Божье Царство, Бог вступается за нас. Если мы выбираем Бога, Бог вступается за нас. Бог не остается в долгу перед человеком, который избрал путь мира. Никогда. Бог не остается в долгу перед человеком, и если ты не будешь желать ближнему зла, ни по какой причине, если ты будешь стремиться к миру, если ты будешь искать этот мир, если ты будешь человеком мира и входя в дом, ты будешь говорить мир этому дому, а это значит, я без войны, друзья, я с миром пришел. Не воевать, не убивать, не доказывать. Я принес вам Божий мир в ваш дом своим присутствием. И да, чтобы мой и уход был мирным тоже. Вот так нужно жить. Это Божье Царство. Потому что Царство Божие это не внешние вещи, не пища и питье, это не плоть. Царство Божие это прекрасный Божий подарок для нас, внутренне с Духом Святым. Это праведность Божья. Это Божий мир и радость во Святом Духе. Интересно, друзья, что Церковь это место, где люди должны этим жить, где они должны испытывать на себе действия Божьего мира между всеми ее членами. Это же касается семьи. Это касается семьи. Даже если в этой семье нет детей, все равно это семья. Это два человека, которые сошлись вместе для того, чтобы показать Бога, отобразить Бога, чтобы показать этому миру, в каком царстве можно и нужно жить и как правильно жить. Я должен знать, пользуюсь ли я благословениями или только мечтаю. если иногда между детьми случается конфликт, какая-то ссора, какое-то непонимание, разногласие, всегда приходит отец, который решает этот вопрос. И его цель всегда примирить этих людей, детей, выяснить причину конфликта, выяснить, уладить все, и для того, чтобы эти дети обнялись снова, почувствовали себя братьями. Мой вопрос сегодня, кто я и где я живу? Можно ли меня сегодня назвать человеком мира? Потому что блаженные миротворцы, мы прочитали с вами, человек, который несет с собой мир всегда и везде, человек, который творит мир, прежде всего, нашим языком. Несем ли мир? Когда я хочу что-то сказать жене, детям, близким, родственникам, на работе начальнику, в церкви кому-то, когда я хочу что-то сказать, я думаю о последствиях. Это то, что я буду говорить сейчас, оно к миру будет служить, к назиданию, или оно будет нести в себе смерть? Оно будет способствовать восстановлению и укреплению отношений, или оно пойдет к войне и к разрушению? То, что я хочу сказать. Иногда Валааму ослица должна ногу придушить к стене, для того, чтобы он это понял. Иногда, иногда, с нами так тоже случается, и Бог поступает с нами, чтобы привести нас в чувство. А ведь мы прочитали, Павел говорит, что этим можно Иисусу Христу служить. Более того, этим можно заслужить одобрение от людей, которые окружают тебя. в послании Коринфянам апостол Павел скажет, что служение Нового Завета это служение примирения. И Бог дал это служение своим детям. Бог дал это служение не только пресвитерам, диаконам. Бог дал это служение своей церкви, нести служение примирения. Прежде всего, людей с Богом, потому что с этого начинается все. Человек мира, он приобретает похвалу и одобрение у людей. И поэтому я должен задать себе вопрос, анализируя свою внутренность, свою сущность, кто я? Я человек, который хочет огонь с неба свести? Господи, разреши! Господи говорит, это не наша дорога, это не наш путь. Бомбы бросать не наш путь. Людей уничтожать не наш путь. Ненавидеть не наш путь. Угрызать, съедать не наш путь. Не знаете, какого вы духа. Друзья, интересно, я человек неуступчивый, который всегда доказываю свою правоту даже ценой отношений. или я наоборот мудрый, который видит конец и прекрасно понимает, что у Бога есть нечто. Книга притчи, в этой книге есть одна фраза. Начало ссоры, как дальше прорыв воды. И вот мудрый человек должен это увидеть. Мудрый человек должен это заметить. Мудрый человек должен это предвидеть и предотвратить и уйти. Уйти, уйти, постараться решиться путем мира. Я человек, который приношу мир, или я тот, кто этот мир ворует, топчет, не ценит. Кто я? Человек, имеющий свидетельство и похвалу от Бога, и людей, или заработавший совсем другую славу себе. Апостол Павел говорит, что этим мы можем служить Иисусу Христу. И этим мы можем заслужить одобрение от людей. Знаете, все зависит от того, в каком царстве мы выбираем жить. Гражданином какого царства мы являемся, Божьего или дьявольского. Мы служим дьяволу, где царство вражды. Вот я себе иногда так представляю картину, что я прожил всю свою жизнь с своей так называемой любимой женой, которую безумно любил от начала и до конца, а потом стою и каюсь и прошу прощения и кручу пленку жизни назад, а жизнь совсем по-другому прошла. Постоянно доставали друг друга, кололи, постоянно угрызали, постоянно съедали, день, если не поссорились, день не удался, и вот так 60 лет. Боже, Боже, неужели нет другой жизни, а жизнь другая есть. Знаете где? Она там, где Христос. Вот там, где Он главой угла, там, где Он основанием фундамента строительства, там, где Он является центром, там, где Он является Богом мира, там все по-другому. Случаются конфликты. Иногда бывает непонимание, но этот же Бог показывает, как решать это, как выходить с этого, как прощать, как уступать, как понимать душу другого человека, потому что Он тоже человек. Мы иногда на это не способны. Знаете, наличие мира с Богом, оно всегда будет выливаться на наших окружающих. Царство Божие – это мир во Святом Духе. Братья и сестры, если мы во Христе, вот там будет мир, там будет праведность, там будет радость. Если вне Христа, там будет постоянно тревога, там будет постоянно беспокойство, там будет ад, там неуверенность будет всегда, там не будет жизни, там где нет Христа. Поэтому есть одно место, одно единственное место на земле – это Голгофа. Это место мы называем место примирения, место примирения людей с Богом. Вот нужно туда идти, нужно искать мира, нужно стремиться к Нему, нужно измученного отпустить на свободу, нужно простить, нужно явить себя человеком Божьим, нужно не ссориться без причины, когда никто не сделал тебе зла, не доказывать свою правоту и не мстить за себя, не воздавать злом за зло, а почему отдать это Богу? А сам если возможно с твоей стороны быть в мире со всеми людьми, вот только так поступая, мы можем получить одобрение от людей и самое главное этим служить Христу если мы хотим быть угодными Богу людьми, мы должны делать то, что Бог хочет, это Его воля, поэтому каждый выбирает в каком царстве ты хочешь жить и в каком царстве живешь ты знаешь, можно ли что-то изменить, да, при желании, при необходимости и при осознании того, что что-то не так, поэтому я желаю братья и сестры себе и всем быть людьми несущими мир через свою всю жизнь и одновременно быть воинами Христа пусть Бог нас всех в этом благословит мы помолимся аминь